Приветствую вас друзья, предлагаю вам поговорить о проблемах в слабых местах и достоинствах Mitsubishi Pajero третьего поколения. Давайте разбираться как избежать больших затрат на эксплуатацию и на что смотреть при покупке. Штатовские внедорожники в подавляющем большинстве случаев имеют под капотом бензиновый V6 объемом 3,5 литра со стандартной системой впрыска мощностью 200 лошадиных сил, иногда пишут 197 лошадиных сил. А с 2003 года Montero получил мотор объемом 3,8 литра, который правда выдает намного больше 218 лошадиных силы. Сейчас такие автомобили пользуются отличным спросом, даже несмотря на свою более высокую стоимость. Европейские и японские Mitsubishi Pajero оснащаются бензиновым агрегатом V6 серии GDI объемом 3,5 литра мощностью 202 лошадиных силы, в Японии 220 лошадиных силы, а иногда и вовсе 245 лошадиных силы. Особенностью двигателей GDI, которыми очень гордятся японские инженеры, является то, что бензин по-особому впрыскивается непосредственно в камеру сгорания. Как уверяют представители Mitsubishi, у силовых агрегатов GDI есть только одни плюсы. Снижение выбросов вредных веществ в атмосферу, низкий расход топлива, высокий крутящий момент в широком диапазоне оборотов и так далее. Однако опыт эксплуатации моторов GDI в России выявил и ряд минусов, о которых покупателям поддержанных автомобилей надо знать. Собственно говоря, недостатки навороченного японского двигателя происходят исключительно от нашего топлива и только из-за него. Именно из-за бензина моторы GDI, особенно когда пробег составляет 100-150 тысяч километров, начинают доставлять неприятности. Например, могут сломаться фирменные форсунки, которых в движке 6 штук. Цена новых удивляет около 400 долларов, то есть весь комплект будет стоить в районе 2400 долларов. Причем знайте, что если начала глючить одна, то скорее всего на подходе и все остальные. Помимо форсунок может подвести и бензонасос высокого давления. В двигателях GDI два насоса, один обычный в бачке, а второй создает в системе необходимое давление. Насос высокого давления со временем может погибнуть, а покупка нового потребует около 1000 долларов. Второй стоит 370 долларов. Плюс к этому добавляется сложность при ремонте двигателей GDI, которые могут осуществить только на специализированном сервисе. Один пример. В топливной системе моторов GDI давление достигает 100 атмосфер, хотя в обычных движках речь идет о 5-7 атмосферах. Чтобы продлить жизнь двигателю, рекомендуется в профилактических целях каждые 20-30 тысяч километров прочистить форсунки, ведь если они уже испорчены, то восстановить их наверняка не получится. Кроме того, на привезенные из-за бугра автомобили мастера настоятельно советуют поставить специальный дополнительный фильтр, который сделает топливо хоть на чуть-чуть чище. Двигатели объемом 3,5 литра без системы GDI спокойнее переваривают наше топливо и к их надежности претензий намного меньше. Определенных затрат этот мотор, естественно находящийся в хорошем состоянии, тоже требует, но они в принципе довольно стандартные. Например, каждые 80-90 тысяч километров рекомендуется менять ремень ГРМ собственными роликами и роликами приводного ремня, что стоит 250-350 долларов с учетом работ, а каждый 40-60 тысяч километров покупать новые платиновые свечи зажигания 150 долларов за комплект с учетом интересов механика. Кстати, знайте, что большое ТО на 90 тысяч километров обходится в общей сложности в полторы тысячи долларов. К тому же обычный бензиновый мотор объемом 3,5 литра достался Montero 3 от предыдущего поколения внедорожника, а это значит, что он уже хорошо знаком механикам, да и все хронические болезни данного агрегата давно решены. Еще можно сказать, что на Pajero 3 иногда устанавливают трехлитровый бензиновый мотор мощностью 170 лошадиных силы или 180 лошадиных силы. Мотор этот тоже пришел от предыдущей версии автомобиля и механики не имеют к нему претензий. Есть дизель объемом 3,2 литра мощностью 160 лошадиных сил в Европе и 175 лошадиных сил в Японии. Вообще дизельные Pajero, а такой мотор в США не поставляли, довольно популярны у нас и их есть за что любить. Ведь мощность дизеля объемом 3,2 литра приличная, хотя он требует качественной солярки и все же мастера отмечают, что данный мотор не такой капризный, как у некоторых иных производителей. Однако дизели, устанавливаемые на Pajero 3 1999-2000 годов выпуска, проявили себя очень сырыми. Иногда капитальный ремонт стоимостью более чем в 5 тысяч долларов ему требовался уже после 40-60 тысяч километров. Частью позже инженеры Mitsubishi повысили надежность мотора. Кстати, если на дизеле сломается топливный насос с высокого давления, то не надо будет рвать на себе волосы от страха и безысходности, ведь эту деталь можно отремонтировать примерно за 500-900 долларов. Новый топливный насос с высокого давления стоит, налейте-ка себе валерьянки, около 5 тысяч долларов. Но вообще в большинстве случаев владельцы дизельных Pajero должны лишь вовремя проводить регламентные работы, ТО раз в 10 тысяч километров. Ну может быть через 150-200 тысяч километров придется менять форсунки, которые стоят 180 долларов за штуку. Коробка передач может быть механической или автоматической. Монтеро всегда имеют АКП и для многих это еще одно преимущество машин из США. Какую трансмиссию выбрать каждый решает сам, так как обе коробки надежны и служат очень долго. Особенно если вовремя менять масло. Хотя нужно помнить, что некоторые водители новеньких автомобилей успевают убить трансмиссию всего за пару лет. Например, один только комплект сцепления для механики стоит более 350 долларов, да и работа по его замене не дешево. Система полного привода является очень важной частью внедорожника. На Mitsubishi Pajero Montero третьего поколения она называется Super Select 2. Главное ее преимущество в том, что водитель сам может выбирать с каким приводом ездить. Можно без проблем передвигаться как на постоянном полном, так и лишь на заднем. А еще у Select 2 есть пониженная блокировка заднего и межосевого дифференциала, что позволяет автомобилю довольно уверенно чувствовать себя вне асфальта. Полный привод можно врубать на скорости, а пониженную только во время остановки. Режимы трансмиссии переключаются электроникой при помощи передвижения небольшого рычажка. Это, вне всякого сомнения, удобно, однако иногда система не сразу выполняет команды. Поэтому бывалые настоятельно рекомендуют не трогать педаль газа, пока электроника делает свою работу. На приборной панели есть соответствующие индикаторы. Время от времени могут ломаться датчики раздатки, из-за чего трансмиссия перестает работать. Но эта неприятность лечится просто. Новые лучше менять сразу все пять, а стоят не слишком дорого. И вместе с работой их замена обойдется в 250-300 долларов. Механическая часть трансмиссии надежна, ну разве что иногда приходится менять крестовину карданного вала. 50-70 долларов с работой, причем нужно помнить, что на каждом ТО ее надо шприцевать. И еще на 90-120 тысяч километров под замену идет передняя ступица. 200-220 долларов. Как уже говорилось, Pajero Montero 3 имеет полностью независимые подвески, которые обеспечивают приличную плавность хода даже на плохой дороге. Да и управляемость автомобиля заметно улучшилась по сравнению с предшественниками. Но новая концепция не лучшим образом отразилась на надежной ходовой, причастой эксплуатации на бездорожье. Причем именно на бездорожье, так как при езде по асфальту все элементы подвески рулевого и тормозов служат относительно долго. Хотя покупая машину с пробегом 100-140 тысяч километров, нужно готовиться к перетряхиванию передней подвески. Нормальный кстати показатель для внедорожника. Скорее всего на этом рубеже придется поставить новые рычаги. По два на каждое колесо, верхний стоит 250 долларов, нижний уже 400. Амортизаторы 150-200 долларов за штуку, а также рулевые тяги вместе с наконечниками, 350 долларов за комплект. Ну плюс еще за работу возьмут примерно 300-400 долларов. Итоговая сумма получается весьма приличной, особенно если учесть, что обычно одновременно с переборкой ходовой проводится еще и ТО. Но зато наверняка это будет самое большое вложение средств в 3-5 летний Паджеро Монтера. Задняя подвеска, несмотря на свою сложную конструкцию, оказалась надежной. Она крепче передней и может не требовать никакого ремонта более 150-200 тысяч километров. Особенно если не насиловать автомобиль на бездорожье. Даже втулки и стойки стабилизатора здесь живут по 100 тысяч километров. При проверке автомобиля перед покупкой обратите внимание на рулевую рейку. Она на 5-летних машинах может уже постукивать. Потребовать скидку у продавца надо обязательно. Новая рейка стоит более 2,5 тысяч долларов. А вот чинить машину нужно далеко не всегда. По словам мастеров, на наших дорогах ездит немало Паджеро Монтера с подобным недостатком и ничего с ними не происходит. Несмотря на то, что третье поколение Митсубиши Паджеро Монтера не имеет равной конструкции и зависимых подвесок. Этот автомобиль оказался довольно надежным. Особенно если ездить на нем главным образом по асфальту или более-менее ровным сельским дорогам. Как показывает опыт, лучше всего покупать американский Монтера, который имеет более надежный бензиновый двигатель, богатое оснащение и автоматическую коробку передач. Да и из-за курса евро-доллар привозить автомобили из США сейчас выгоднее, чем из Европы. Ну а если вы являетесь владельцем Паджеро, то пожалуйста опишите проблемы, с которыми вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно именно ваш отзыв поможет зрителям при выборе машины. На этом у меня все, всем большое спасибо за внимание, буду вам очень благодарен, если подпишетесь на канал. До скорых встреч!